Из беседы святителя Иоанна Затауса называется «На путь в све апостол». «Предаст, сказано, брат брата на смерти отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Евангелие от Матфея, 10 глава. Как же будут верить нам прочие, когда увидят, что из-за нас родители убивают детей, братья братьев, и все наполнится убийством, не будут ли нас отовсюду изгонять, как злых демонов, как развратников и купителей вселенной, когда увидят землю, наполненную, исполненную кровью родственников и подобными убийствами. Хороший же будет мир, который мы преподадим, входя в дома, наполняя их такими убийствами. Если бы нас было много, а не 12 человек, если бы мы были не простецами и некнижными, а мудрецами, риторами и сильными в слове, или лучше, если бы мы были царями, имели войска и множество богатства, то и тогда, как могли бы мы убедить кого-либо, возжигая междоусобное брание и даже хуже междоусобных, если мы будем не родить и о собственном нашем спасении, то послушает ли нас кто-нибудь? Но апостолы ничего такого не подумали. Не сказали они, не требовали объяснений и оснований таких повелений, а только согласились и покорились. И это означало не их одну добродетель, но и премудрость учителя. В самом деле, смотри, как он с каждой печалью сопрягает и приличные утешения, а тех, которые не будут принимать, говорит, отраднее будет в земле Содомска и Гоморска, ведь сюда не жили городу тому. Матфея 10 глава. «Равно и здесь, сказав, поведут вас к правителям и царям, присукупил за меня для свидетельства пред ними и язычниками. А страдать за Христа и страдать в обличении язычникам – это немалое утешение. Бог везде свое совершает, хотя бы и никто не обращал на то внимание. Это служило для них утешением, не потому, однако, чтобы они желали отмщения другим, а потому, что могли быть уверены, что тот, кто предвидел и предсказал им эти злоключения, будет всюду с ними присутствовать, и что они будут терпеть эти бедствия не как преступники и злодеи». «Итак, рассея боязнь и страх, колебавшие их души последующими словами, опять вселяет в них бодрость, именно страхом изгоняет из них страх. И не только страхом, но и надеждой великих наград, притом еще угрожая с великой властью. Он отовсюду побуждает их к безбоязненному исповеданию истины». «Так, продолжая речь, «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. И кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того Я пред Отцом Моим Небесным». Иван Гриат Матфея, 10 глава. «Для чего же Он не довольствуется только сердечной верой, но еще требует и устного исповедания? А для того, чтобы побудить нас к зерзновению, к большей любви и усердию, и возвысить, почему и говорит ко всем вообще, а не разумеет здесь одних только учеников, не их только, но и учеников, их старается Он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с зерзновением, но и претерпевать все легко и охотно». Это многие, которые поверили этому Слову, привлекло к апостолам и отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению. И исповедавшие в блаженном состоянии получат больше воздаяния. «Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения и грешник в отстрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильно или еще несравненно боли предлагает воздаяние. «Ты оправдал боли для себя», – говорит он, – «за то, что ты первый меня здесь исповедал. И я, – говорит он, – обогащу тебя боли, когда дам тебе боли и несказанной боли, так, как я тебя исповедаю. Там, видишь ли, что там предуготовлены и награды, и наказания. Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждою? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. Аминь. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Благодарю Тебе, Господи, Боже мой, яко не отринул на все грешно, но общенько мне быть и слепенько исподобилось. Благодарю Тебе, Господи, и достойно как причаститель свечи, ты кое-каким, бессты, даром, сподобилось. Но Владыка Человека, лёгче на страны, умережая, воскресея и даровала нам страшно свежего творящего таинства. Во благодеянии свечи, и души телесноше, дать быть и силы, мило исцеление души, и жие тела. Во знание всякого сопротивного просвещения, очи и сердца моего, мир душевный поиси, Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»